Несколько лет назад, в преддверии рождественских праздников, я познакомилась с этим очаровательным вечно зеленым кустарником. Его красочный вид словно дарит продолжение лета, продуя яркой листвой даже зимой. Речь идет про гаультерию. Этот компактный вечно зеленый кустарник удивляет сменой своей красочной палитры. Его плотная глянцевая листва с похолоданиями приобретает красные, багряные и даже фиолетовые оттенки. В сочетании с яркими ягодками растение смотрится очень нарядно. Обычно этот кустарник выставляют на продажу именно в ноябре-декабре. Горшочками с красочной гаультерией часто украшают праздничный интерьер на Рождество и новогодние праздники. Гаультерию можно выращивать в контейнере, но она будет намного лучше себя чувствовать в вашем саду. Для выращивания в открытом грунте на территории средней полосы лучше всего выбирать зимостойкий вид, гаультерию лежачую. Это растение образует пеустрое покрытие высотой около 15 сантиметров и диаметром примерно 45 сантиметров. С его помощью можно создать яркое цветовое пятно в садовом ландшафте. Алые глянцевые ягодки гаультерии сохраняют свой вид до следующей весны. Листья не теряют свои привлекательности даже в морозы. Летом ветки кустарника украшены многочисленными ароматными колокольчиками, вид которых очарует кого угодно. Это настоящее украшение сада, причем круглый год. Зимостойкость данного вида тоже радует. Гаультерия лежачая способна выдерживать морозы до минус 35 градусов. В садах с более суровыми и малоснежными зимами кустики лучше мульчировать и укрывать ветками лапника. Обратите внимание еще на один не менее привлекательный вид гаультерию остроконечную. Этот вечно зеленый кустарник имеет более объемную крону около 50 сантиметров высотой. Данный вид отличается мелкой заостренной листвой, за что его часто называют горшечным миртом. Кроме своих вечно зеленых листьев растение привлекает многочисленными яркими ягодами. Только не путайте этот кустарник с листопадным снежно-ягодником, это совершенно разные культуры. Необычный фарфоровый вид плодов гаультерии украшает сад уже с сентября. Ягодки могут быть белыми, розовыми, с фиолетовым и красным оттенком. Гаультерия остроконечная считается одним из самых красивых декоративно-ягодных культур. Мне кажется, что таким чудом каждый захочет украсить свой сад. Но стоит учесть, что этот вид менее зимостойкий по сравнению к гаультерии лежачей. Кустарники переносят морозы примерно до минус 23 градусов, поэтому их стоит на зиму укрывать. Хотя я знаю некоторых садоводов, которые с успехом выращивают данный вид на своих участках и утверждают, что она более зимостойкая, чем о ней пишут в интернете. Перед покупкой гаультерии обязательно учитывайте особенности растения. Каприсной в уходе ее сложно назвать. Однако эти кустарники принадлежат роду вересковые. Гаультерия не станет расти в почве, приближенной к щелочной реакции. Ей нужен рыхлый и питательный грунт с pH не выше 4,5-5,5 единиц. Частое переувлажнение ей тоже вредит. Выращивание гаультерии многим схоже с эрикой и вереском. Она создаст удачную компанию Леукатое, пьересу японскому, рододендронам и крупнолистым гортензиям. Все эти растения любят подкисление почвы. Обычная известковая вода из водопровода для полива гаультерий не подходит, хотя вы можете ее смягчить, добавив кристаллы лимонной кислоты из расчета четверть чайной ложки на литр воды. В саду кустарнику лучше выбрать полутенистое место. Подойдет ажурная крона деревьев и приствольные круги высоких кустарников. Почвопокровная гаультерия красиво прикроет оголенный участок и своим ярким видом будет привлекать внимание круглый год. Из гаультерии также создают самые разные декоративные композиции, высаживая в объемные катки и кашпо. Если же вы захотите украсить горшочками из гаультерии свой интерьер, учтите, что зимовка растения должна проходить при хорошем освещении, но в прохладных условиях. Температура зимой, особенно в феврале, не должна превышать плюс 12 градусов. Кстати, нарядная гаультерия не только создаст вам праздничное настроение. Это вечно зеленое растение хорошо освежает воздух в помещении. Его аромат способен улучшить настроение, снять усталость и даже слегка взбодрить. Летнее ароматное цветение гаультерии чем-то похоже на майский ландыш и эрику. Мелкие колокольчатые цветки массово покрывают крону кустарника и издают нежный, приятный запах. Позже крону украшают яркие, глянцевые плоды. Ягоды гаультерии вполне съедобные, но терпковатые. Хотя в качестве зимнего корма для некоторых птиц и мелких животных она вполне подходит. Гаультерия лежачая родом из Северной Америки. Коренной народ ее называют чайной ягодой, используя плоды для приготовления ароматного чая и в качестве лечебного средства. Интересно, что все части гаультерии содержат большое количество эфирных масел. Это не только красивое, но и полезное растение. Оно обладает обезболивающими, дезинфицирующими и противовоспалительными свойствами. Ароматное масло гаультерии используют в медицине, кулинарии и косметологии. Ее популярные сорта можно найти в интернет-магазинах. К ним относится сорт с обильным плодоношением Верри Берри, Розеа, Роял Ред, Жемчуг, Белоснежка и другие. Все они отличаются формой кроны, высотой, окраской ягод и листвы, а также степенью опыляемости. Для некоторых растений важно наличие пары, иначе плодоношения от них можно и не дождаться. Для обильного цветения кустарники подкармливают комплексными минеральными удобрениями для нерезковых культур. В летнюю жару стоит не забывать о своевременном поливе. Пересыхание грунта негативно скажется на развитии растения. Основание кустарников можно мульчировать. Для этого отлично подойдет хвойный опад. А вот глубоко рыхлить почву под гаультерий противопоказано, так как вы можете повредить ее поверхностную корневую систему. При несложном уходе этот эффектный зеленый кустарник подарит вас своей круглогодичной красотой и приятным ароматом, создаст праздничную атмосферу и украсит ваш интерьер. Гаультерия – это настоящее чудо и подарок природы для вашего сада и дома. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением об этом растении. Отдельное спасибо вам за ваши добрые советы, лайки и комментарии. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале Добрый Сад! Субтитры сделал DimaTorzok